Портреты, пейзажи, натюрморты. Десятки снимков вывешены на бельевой веревке. Словно все эти фотографии только что проявили. Отсюда и название выставки – сушка. В основном здесь представлены работы фотографов-любителей. Фотографиями-то давно увлекаюсь, но непрофессионально, просто чисто для себя. Когда ездишь куда-то, фотографируешь. Если так по городу идешь, что-то нравится, допустим, облака. Очень интересно тоже бывает. Таких интересных фоторабот, говорит, накопилось много. И захотелось поделиться увиденными красотами с кем-то еще. Это вот беленджик фотографии. Ну, видать, старый причал. Это в горах Дальмены. Это один из тех, которые более разрушены, есть и целые. А здесь настроение в лицах людей. Автор Алена Светкина больше всего любит портреты. Для сушки выбрала снимки, на которых чувства и эмоции ее друзей и знакомых. Мы с ребятами занимались яхтингом. И параллельно с этим я их фотографировала, как они занимались делом, полностью увлеченные в работу. И это было очень интересно наблюдать за их эмоциями на тот момент. И все это запечатлеть на фотографии. Сушка для Алены – первая фотоакция и первая публичная выставка. Говорит, узнала о ней и, не раздумывая, решила поучаствовать, чтобы и свои работы показать, и опыта понабраться. Фотографировать люблю очень. Я не так уж давно занимаюсь этим и пока только учусь. Через камеру можно увидеть гораздо больше, чем люди видят глазами. И это красиво очень. Нет лучших и нет худших. Каждая работа – уникальное отражение взгляда на мир через объектив фотокамеры. На выставке любой желающий может прикрепить свой снимок, а взамен забрать другой понравившийся. Это вдохновляет, когда ты смотришь на чужие фотографии. И все равно ты каждый раз носишь частичку своего. Я заметила достаточно много ошибок. Потом очень есть хорошие, качественные фотографии. Я думаю, может быть, забрать одну. Фотодвижение «Сушка» существует в России уже пять лет. В Первоуральске такая уличная выставка проходит второй раз. И на этом организаторы останавливаться не собираются. Мы увидели, что это проводят в Питере и подумали, а почему бы нет. У нас фотографов достаточно много, уровень у них тоже достаточный. Мы решили, что наши фотографы тоже достойны того, чтобы люди их посмотрели, потому что вариантов выставиться где-то вот так вот в принципе у них нет. Точнее не было. В этот раз за три часа работы выставки собирается около сотни фотографов и зрителей. Многие снимки не только оценили, но и взяли их себе на память. Ксения Иноземцева, Руслан Гаскаров, Интера ТВ.